Доброе утро! Еще раз мы продолжаем говорить о туризме. Если вы по каким-то причинам в этом году не собираетесь в поездку, попробуйте подумать, хорошо ли вы знаете свой родной город. Вдруг и в Казани есть много интересного, что прошло мимо вашего внимания. В этом уверена и наша очередная гостья Екатерина Посадская, победитель муниципального конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Здравствуйте! Здравствуйте! Екатерина, ну фамилия Посадская, это псевдоним, который вам помогает в работе гида, или это настоящая фамилия? Вы знаете, на самом деле, такой вопрос мне очень часто задают гости нашего города. Но по факту это моя настоящая фамилия, как говорится, по паспорту. Просто все со спалом. Да, псевдоним был бы тогда Казанская. Можно было, да, подвох какой-то почувствовать. Можно было, ну вот, говорит, действительно самая настоящая фамилия. Как говорится, звезды сошлись, да? Да, вот давайте поговорим, звезды гостеприимства, давайте поговорим вот об этом конкурсе. Что это был за конкурс, в каких номинациях, ну, какие, вернее, туда позиции входили? На самом деле это очень важный и нужный конкурс, потому что в этом конкурсе принимали участие люди, чья профессия связана, в общем-то, с приемом, с обслуживанием гостей нашего города. В Казани этот конкурс проходит третий раз, и принимали участие участники в восьми номинациях. Вот я сейчас попробую сразу так все вспомнить, да, это, конечно же, лучший бармен, лучший повар, лучший официант, лучшая горничная, лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму, лучший менеджер ресторана, лучшая горничная и лучший гид-экскурсовод. Вот лучший из лучших, и мне посчастливилось быть среди них. Ну, замечательно, то есть весь, весь спектр, да, туристической поездки мы... Да, и на самом деле, вот, хочется выразить огромную благодарность мэрии города Казани, Комитета по развитию туризма, за то, что они вот устраивают такие нужные, важные конкурсы. А что конкретно вот входило в ваш конкурс, в вашу программу? Ух, у нас было отдельное домашнее задание. Мы должны были подготовить мини-экскурсию по любимому туристическому объекту и по современным объектам города Казани. Ну, а дальше, как говорится, экстренные ситуации и вопросы на знание истории. Куда же без этого? Это, я думаю, было сложно, но для вас, для вас это легко, в общем-то. На самом деле, было интересно. Интересно, вот, отличное слово. Отличное слово. Мы знаем, что Казани в этом году должен посетить трехмиллионный турист, да? Не ошибаемся? Да, 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 все, совершенно правильно. Трехмиллионный турист. Какие-то новые маршруты или есть старые излюбленные маршруты для гостей нашего города? На самом деле, новые маршруты разрабатываются постоянно. Но существуют такие вот наиболее оптимальные маршруты, наиболее востребованные. Опять же, вот из моей личной практики чаще всего пользуются популярностью огни Казани, то есть экскурсии по ночному городу или же общие обзорные экскурсии по Казани. Но специально для болельщиков я видела и слышала, что был разработан экспресс-сити-тур. Двухчасовая экскурсия, за время которой гости увидят все самые основные изюминки нашего города. Болельщики, болельщики, которые приедут летом на чемпионат мира. На чемпионат мира по футболу. Вопрос тогда такой возникает. На каких языках гиды Казани готовы провести экскурсию по нашему городу? Некоторые из моих коллег знают сразу по несколько языков, но на самом деле, вот сегодня наши гиды-экскурсоводы владеют более чем 10 языками. Поэтому в наш город спокойно могут приезжать иностранцы, встретим, расскажем, обслужим, и все будет на высшем уровне. Самый оригинальный язык? Самый необычный язык, который... Ну вот, знаете, совсем недавно проводили обучение для студентов, владеющих языком фарси, для того, чтобы как раз-таки вот обучать, простите, не обучать, а проводить экскурсию для болельщиков Ирана. Так, а фарси это язык Ирана, да? Иран, да. Граждане Ирана, добро пожаловать. Добро пожаловать, да. Даже так, подданные, по-моему, Ирана, правильно. Ну и мы поговорим про казанцев, потому что мы-то вроде как давно живем в этом городе, кажется, что знаем все. Да. Ну, может быть, действительно есть какие-то места, которые вот даже люди, которые живут долго, коренные казанцы, может быть, даже не знают. Вот смотрите, как интересно. Многие жители города Казани, мы с вами как живем? Мы бежим с утра на работу, вечером уставшие мы с вами бежим с работы, и порой даже не замечаем ту красоту... Глаз замылен у нас просто. Да, мы не замечаем ту красоту, которая нас окружает. А наш город сейчас развивается. У нас появляются замечательные туристические объекты, замечательные зоны для прогулок, открываются новые интерактивные музеи. Поэтому вот один из таких, я думаю, очень популярных летом станет маршрутов, это велоэкскурсия по городу Казани. У нас велодорожки появились, сел на велосипед, как говорится, чаще всего мы кто? Офисные работники, правильно люди? Сидим, не двигаемся, а здесь и спортивно. Полезно, и приятно, и информативно. А как общается гид с своими подопечными? 21 век, технологии не стоят на месте, поэтому есть такие FM-микрофоны, на телефоне настраивается определенная частота, и наушники у каждого гостя. Гид говорит в микрофон, гости слышат в наушниках. Ну, к тому же, можно же не просто во время движения рассказывать, можно еще делать остановки для того, чтобы сделать красивые фотографии в этот момент, когда все стоят на месте, и рассказать историю о том или ином объекте. Ну что, Екатерина, мы вас еще раз поздравляем с победой. Спасибо. Мы вам желаем энергии побольше, потому что гиду, наверное, в первую очередь нужна энергия, чтобы... Чтобы делиться ей с окружающими. Делиться ей с гостями. Мы знаем, что у вас буквально через несколько минут уже начинается новая экскурсия, поэтому... Да, не будем вас задерживать, удачи. Отпускаем вас.